Девушки отдыхают Если к нам попала в дом розочка, первое, что мы должны сделать, дать ей время акклиматизироваться. Две недели она стоит отдельно от всех наших растений, потому что неизвестно, с какой живностью мы ее принесли или с какой болезнью. Во время этих двух недель мы ее поливаем, не даем ни подсохнуть, ни чтобы там было болотце, этого розочка наша не любит. Опрыскиваем каждый день. Это очень любит розочка. Чем опрыскиваем? Опрыскиваем просто водичкой. А в первые дни можно опрыскать раствором эпина. Это противострессовый такой препарат. Он растворяется там две капельки буквально на стакан воды. И мы опрыскиваем. И розочка тогда легко переносит этот стресс. Вот когда ее из теплицы забрали и привезли в наши сухие, теплые домашние условия. И так она легче акклиматизируется. После того, как акклиматизировалась, можем ставить на постоянное место. Для этого мы выбираем самый солнечный подоконник, но без прямого солнца обязательно. И продолжаем ухаживать. Роза еще очень любит атмосферную влажность. Как мы повышаем влажность? Ставим ее в поддон с водой на наши пробочки. Да, я помню, как ты показывала. Если вдруг кто-то этого не видел, то мы берем поддон с водой, устанавливаем пластиковые пробки, обычные от бутылок, так, чтобы они были выше уровня воды. И на эти пробочки ставим розу. Таким образом мы достигаем, чтобы было постоянное увлажнение, а корни не загнивали. Все правильно, Надюша. Для того, чтобы иметь красивые цветочки, достаточно нужно часто удобрять. Если период бутонизации вот такой, как здесь, это мы делаем раз в недельку. Покупаем удобрение для розы и удобряем по инструкции. Если же еще нет периода бутонизации, но она растет, вегетирует, то это делается раз в две недели. И розочку уже с осеннего периода мы готовим к зимнему покою. Начинаем меньше поливать, удобрять меньше-меньше, зимой вообще не удобряем. И вот тогда зимой, когда мы не удобряем, мало поливаем, она цвести не будет? Нет, она не цветет. И еще перед тем, как уйти на покой, мы ее обрежем кардинально. Ничего себе! Что это значит? Розочку обрезают на пять почечек. Что значит почечки? Это те места, где листики есть. Внутри каждого листика формируется почечка. И вот мы отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять. И обрезаем над пятой почечкой. Смотрим, чтобы почечка, или наш листик, вот в данном случае очень хорошо видно, чтобы он смотрел наружу куста, не вовнутрь шел. Вот, допустим, вот этот листочек идет вовнутрь. Если мы обрежем над этим листочком, то развиваться побег будет вовнутрь куста, что нам не нужно. Поэтому мы обрезаем всегда на наружную почечку и отсчитываем просто, значит, четыре-пять почечек и обрезаем. И остаются только вот эти веточки с пятью почечками. В дальнейшем мы ставим ее в максимально прохладное место. То есть это может быть лоджия утепленная, чтобы там было порядка пяти-двенадцати градусов. В таком случае она стоит, спокойно зимует, и весной уже повышается температура, удлиняется солнечный день наш, и она начинает отрастать. В этом случае мы ее берем и пересаживаем в большеньких горшочек. Каким образом? Каким образом? Мы сейчас с тобой посадим. Давай! Так мы пересаживаем розу раз в год, получается, да? Она очень быстро набирает силу, корни заполняют весь ком, и поэтому ее приходится пересаживать несколько раз. Вот смотри, Надюша, корни полностью оплели ком, и такая розочка нуждается в пересадке. Что мы сейчас и сделаем. На дно мы кладем дренаж приблизительно где-то сантиметр. Обязательно такой, или можно пенопласт, как иногда ты нам советуешь? Можно пенопласт, конечно. Мы насыпаем землю. А какой грунт нужно взять? Грунт берем для розы. Можно самим приготовить. Это будет перегнойная земля, дерновая земля по две части и половинная доза песочка. И в таком случае нужно обрабатывать грунт? Его нужно или пропарить на водяной бане, или просто из щайника пролить. Погружаем нашу розочку. При этом мы стараемся немножечко убрать старый грунт. Вот смотри, вот здесь он как бы зацвел от того, что грунт когда-то был переуложнен. Под корнями ком не разрушаем, а убираем максимально, вот так, как можем. Если в горшочке растет несколько череночков, кстати, как здесь, здесь 4 череночка растет, можно разделить, но тогда не будет таким пышным кустик. И садим. Насколько плотно нужно там размещать грунт в горшке? Мы уплотняем, потряхиваем таким образом и уплотняем. После этого поливаем. Обязательно должно быть пространство до края горшка, где-то 1-2 сантиметра, чтобы было бы куда нам воду залить. И после этого поливаем, для того, чтобы ком прилип к новому грунту. Обильно? Поливаем обильно, так, чтобы из дренажного отверстия вылилась водичка. После этого сливаем водичку из поддона и ставим на постоянное место. Розочку после того, как мы пересадили, не удобряем ближайшие 2-3 недели. Это правило основное. Еще никогда не удобряем, если растение больно, если на нем вредители. Иначе получается дисбаланс между тем, как оно растет, и тем, что оно угнетается. И поэтому лучше побороться сначала с вредителями, а потом уже удобрять. Кстати, о вредителе. Да, какие они у Розы могут быть? Если мы ухаживаем не тщательно, то есть редко ее опрыскиваем, нет дополнительной влажности воздуха, может быть паутинный клещик. Против паутинного клеща мы обрабатываем каким-то акарицидным препаратом. Акарицидный – это значит против клеща. То есть находим в магазине и обрабатываем по инструкции. Очень важно обработать раз в неделю, раза три-четыре. Потому что клещ развивается очень быстро, каждые три дня он может выпускать новое поколение. Ничего себе. Еще можно этот препарат не только опрыскивать, но и под корень подлить. И Розочка это все переживает. Можно народными способами, можно настойками чеснока, можно мылом хозяйственным намыливать, можно скипидарчик сюда поставить и полиэтиленчик одеть. То есть вот такие вот методы. А как мы определим, что здесь есть паутинный клещ? С обратной стороны листочка по жилочке есть такой серебристый налетик. И это всегда свидетельствует о том, что уже есть клещик. И, как правило, листочки не такие здоровые, как сейчас. Они деформируются, желтеют. А со временем растение вообще может сбросить все листочки. Еще Розочка может заболеть. Часто на ней бывает мучнистая роса. На листиках, вот сейчас они зеленые, красивые, а там как будто бы такой пепельный налет. Боремся, значит, можно опрыскать противогрибковыми препаратами. И, как правило, нужно брать системного действия. Это тот препарат, который действует не только при контакте с листочком, но если мы подольем под корешок, он впитывается в растение и действует изнутри. Вот это очень важно. Получается, что действительно на Розочку может повлиять очень много негативных факторов, поэтому, наверное, ее называют капризной. Капризная, да, безусловно. Что же самое главное нужно учитывать для того, чтобы Роза не только долго у нас росла, но еще и радовала цветением? Освещение, регулярный полив, регулярные подкормки и пересадки регулярные. И таким образом она у нас зацветет. Розочку летом или весной очень хорошо вынести на балкон. Но тут нужно беречь от прямых солнечных лучей, раз, и от перегрева горшка. Я советую ставить в таком случае вот такой горшочек в белое кашпо или обернуть фольгой горшочек. Тогда корни не будут перегреваться, и розочка не будет страдать. Какой интересный нюанс. Я слышала, не знаю, правда это или выдумка, что белые и желтые розы намного капризнее, чем, например, красные. Нет. Если ухаживать одинаково хорошо за всеми, они нас будут радовать долго и долго. И насколько долго может прожить роза дома, если правильно за ней ухаживать? Роза многолетнее растение, и при хорошем уходе мы будем радоваться, ну, 5, 10, 15 лет. Я слышала еще, что обрезать нужно не только ветки, но и цветы, которые завяли. Да, обязательно. Вот если, допустим, наш цветочек, да, вот завял, смотрим, то мы удаляем бутончик до первой вот почечки, вот она. Давай не будем совсем цветущей. Но все-таки нужно ждать обязательно, чтобы она полностью завяла. Мы удаляем привявшую розочку, то есть мы не будем ждать, чтобы она совсем засохла. Иначе она тратит всю свою энергию на формирование семян. Нам это не нужно. То есть, как только она начинает завидать, мы ее прищипываем. Не стоит жалеть розочку, ей от этого только лучше. Так получается? Спасибо, Неля. Теперь мы не будем считать розу вредной капризулей, потому что знаем, как создать ей правильные условия для жизни и защитить от вредителей. И все будет добре.